Сегодня мы столкнулись с мёртвой точки, нерешаемый вопрос, который десятилетий. Это большой шаг, и его нельзя останавливать. То есть мы его начали, и самое главное – двигаться. И все мы должны понимать, что на это уйдут десятилетия, скорее всего, из тех цифр, которые… Но мы начали эту работу, и наши дети будут рады тому, что мы сегодня с вами будем создавать. Дай Бог, будут о ней вспоминать. И благодарить за то, что мы сохранили нашу историю, которым наши дети могут гордиться, как она создавалась и как она будет выглядеть в будущем. Все знали проблематику о том, что она существует и в других регионах Красноярского края, и в целом по России. И мы понимали и знаем, сколько объектов есть в городе Ачинске. Но никогда не было о том, что действительно активных движений. И мы сегодня совместно с агентством наконец-то собрались для того, чтобы определить те векторы и начать эту работу совместную на всех уровнях, начиная с федерального и кончая местным и теми предпринимателями, которые тоже на сегодняшний день владеют объектом. И сегодня, так скажем, стартовая точка, которая, я уверен, что приведет к результатам, которые будут воплощаться в жизнь. Не готов я ничего обсуждать. Вот нужно шагать и надо добиваться результата. Если я не вижу результата, я не буду браться за это дело. Мы не случайно выбрали территорию города Ачинска, первой территорией для нашего такого масштабного мероприятия Дни историко-культурного наследия. Поскольку как раз действительно территория уникальна. В прошлом это составная часть не сельского губерния. Вы знаете, что скоро мы будем отмечать 200-летие сельского губерния. Имеет исторический центр с таким большим количеством памятников, которые, к сожалению, на сегодня состояние, конечно, мы видели, и мы все понимаем, что надо выводить из такого состояния территорию. Поэтому, конечно же, именно поэтому мы такое масштабное мероприятие проводим здесь. Надеемся, что это будет доброй традицией. И мы совместными усилиями выработаем комплексный подход к тому, чтобы территорию привести в порядок. Совместными усилиями не только власти, но и предпринимателей. И новыми формами взаимодействия, такими как исторический квартал, а институт города, сегодня они будут представлять свой опыт в том числе. Для разработки проектной документации требуется от года до двух лет, в зависимости от технического состояния объекта. Реставрационные процессы длятся тоже циклом от одного до трех, а даже бывает до пяти лет. Другое дело, что я глубоко убеждена, что надо начинать и делать, тогда будет эффект. А если говорить о сложностях и трудностях, всегда эффекта не будет. Поэтому наша задача начинать, определить график, определить, кто ответственное лицо, какими силами, какими источниками финансирования можно здесь помочь, и потихоньку выводить объекты из такого состояния, в пользу того, чтобы со временем это вообще стало брендовым. Потому что я убеждена, что культурное наследие – это тот бренд, через который надо раскрывать свою территорию. Местный бюджет, имея дефицит, мы, к сожалению, и все понимают, и агентство понимает, и региональные, и федеральные власти понимают, что мы не вытянем, потому что это дорогостоящий очень проект. У нас есть краевая государственная программа, она, конечно, не может сиюминутно обеспечить финансирование всех памятников на территории края, потому что их много, но, тем не менее, это тоже механизм, через который финансируются объекты краевой собственности, в зависимости от очередности, и даже, возможно, предоставление субсидий. Состояние действительно тяжелое у памятников нашей здесь, в историческом центре. Но, тем не менее, красота их все равно видна. И перспектива, что надо ввести в такое состояние, она тоже видна, и мы должны это реализовать совместные усилия. Субтитры создавал DimaTorzok